всем привет на моем youtube канале у меня как всегда мукбанк и я решила пожарить крылья но потом моя фантазия значит начала бурлить я сделала себе пивную тарелку пивная тарелочка крылья смотрите какие поджаристые охеренные до сухарики чипсы соусы значит здесь у меня от чуть не уехала чуть сальца только знаете с прослоечкой и эти господи шарик шарики сырные и знаете что я буду пить я захотела гиннеса выпить и прям от из баночки ах она бурлит бурлит банку-то я помыла ну что успокаиваемся так приступим мы к разговорам на тему 18 плюс но все что касается мужчин и женщины здесь мы обсуждаем болтаем господи разошелась я этими своими культяпками короче ребята кто не знает под каждым моим видео есть ссылка на донат и карта сбера вы можете сделать мне такую помощь на развитие канала всем спасибо кто это делает так сейчас я хочу грузинский соус окунуть крылышко она у меня просто разваливается я замариновала на ночь в ресторане точно не так кормят они просто текут они сочные так вот соус прям соус острый господи как это божественно я вам не могу передать просто этот вкус блять а салфетки я как всегда забыла ладно будем по старинке облизывать пальцы и трогать волосы ну что-то деточка успокоилась продолжение темы прошлого видео я говорила про женатиков так это в общем да было такое у меня видео я сказала что это не последняя часть к сожалению он свой опыт насчет женатиков я не могу рассказать потому что он у меня был но не очень интересный до для рассказа там ничего особенного не было но у меня есть опыт и моих подруг знакомых и там более интересно для рассказа это кайп сейчас проглочу так сырочек упал соус и расскажу вам так вот что я могу сказать значит у моей одной подружки блять как назло к ней липнут вот эти вот женатике ну вот не знаю как это объяснить и был один такой женатик они познакомились на работе я знаю что она меня смотрит но я без имен фамилии вообще просто рассуждаем для темы потому что на моем примере это неинтересно будет история познакомились на работе начали общаться ничего не предвещало беды просто было какое-то легкое общение но я расскажу со своей стороны то может быть я что-то не помню что-то упущу из рассказа вот он значит снимала квартиру по работе здесь у нас в городе а сам он жил недалеко от города ну там то ли станица то ли ну что-то не важно вот и значит он начал ухаживать начал вот такой вот вот такой вот классный парень рубаха добрый но она подвлюбилась в него при том что в тот момент за ней ухаживал еще один но он был свободным по иронии судьбе она выбрала другого в ее вкусе бородач такой завязался роман ну как она начала к нему приходить в гости периодически ночевать у него у них начался такой знаете немного даже быт какой-то вот она никогда не готовила для него начала готовить но жена там где-то где-то она там в какой-то станице торчит она не приезжает ни о чем естественно не знает и вот все остальное что могу сказать в плане кстати интимного до секса он ее не то что не устраивал он принципе устроен у него был небольшой небольшой корнишон небольшой писюлёчек небольшой писюлёчек ну а она от него то что влюбленность флюиды вот это от него все понимаете когда девушка влюбляется до похеру уже там пять сантиметров до пять сантиметров и кончала все все он пытался значит и анальный секса и и склонить на это но девушка она неприступная не стала вестись на поводу тут закрутился вот прям серьезный роман прям роман серьез то есть чуть ли не каждый вечер она у него дома он жене там козлина такой пиздит по видеосвязи да я вот один лежу все устал все так это она просто рядышком было вот так вот так вот вот такое вот эти а мы-то девчонки если влюбляемся мы же верим что он уйдет он уйдет сто процентов он говорил что он не любит жену что из-за детей то что он ей благодарен то что она воспитала его от первого брака ребенка вот весь такой хороший вот как бы придраться не к чему вот это вот он сидит там на лапшу и вешать вешать она все верит 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 но как не поверьте возможно и мы бы все поверили девочки ну или мальчики кто смотрит мальчики тоже может могут участвовать да в этом обсуждение ну вот тут она забеременеет от него потому что она думала что она бесплодна потому что не исправка от гинеколога что она к сожалению не может иметь детей но как назло она беременеет за него и и все у нее ступор думает рожать не рожать что делать он то ей говорит рожай рожай воспитаем я уйду от жены рожай все будет хорошо но он то ли он вообще не богатый но обычные там работник средняя там у него зарплата знаете при том что они никогда не ходили никуда не в рестораны не в кафе то есть он вот только знаете домашний приспособление да то есть вот только дома они ну естественно куда ездить будет жена же выслеживать уже не может там наврать слишком кишка тонка при том что у него были уже романы как оказывается она потом узнала также на работе самое интересное в этой ситуации о том что он был не против ребенка он наоборот ее уговаривал о том чтоб она родила него он воспитаем все будет нормально я уйду от жены я ее не люблю вот блин классный соус грузинский вообще сейчас прожую она сделала борт конечно правильно сделала потому что там каши не сваришь каши не сваришь с ним естественно это понятно было то есть он когда она забеременна он же не сказал все я ухожу от семьи мы снимаем квартиру живым вместе я тебя люблю хотя он ей говорил я тебя люблю я тебя люблю жить не могу без тебя мне на жену пофигу только хочу быть с тобой жена спалила спалила что он с кем-то спит и по моему даже она спалила что именно с ней вот это я уже не буду врать не помню да по моему она спалила что именно с ней знаете такая мудрая тактичная женщина она промолчала ну типа что она вот ну ничего не знает вот при том что получилось так что случайным образом нижнее белье попало в его стирку и он привез все это стираться домой и жена пропалила женские трусы вы понимаете да вернула обратно то есть постиранная вернула обратно и сказала чтобы ну типа такого больше не было да я бы придушила я бы нахуй ногой на горло встала бы блять и в рот засунула эти нахуй блять трусы чьи-то женские понимаете она сделала вот так вот вот но в итоге что они не остались вместе него уволили с работы или попросили уволиться с работы из-за этой всей ситуации то есть там начальник тоже был в курсе вот этих вот всех похождений да и и все все человека нет то есть человек обещал блять роди ребенка я не против я помогать все нормально ничего он блять не вот пиздоболы они просто пиздоболы гулящие пиздоболы кайф просто у меня охуенный сегодня мук бан простите за мат вот такая вот история про женатого знаете он такой еще на внешность смазливый такой знаете приятной внешности такой человек располагает к себе кстати жена у него да была не красавица но вернее есть она не красавица то есть ничего там выдающего просто видимо хорошая женщина ему с ней хорошо удобно классно она его прощает измены и прощать не первую измена то есть она узнает уже об этом не первый раз прощает также живет при том что он говорил стандартно я не сплю со своей женой я не сплю и все со своей женой понимаете я думаю что есть какой-то институт женатиков где их всех собирают и обучают вот этим одинаковым фразам вкусно я сейчас все это сожру просто хоть чуть-чуть это еще пожрем то вкусно вот такая история все таки они суки эти женатики вот прям суки конкретны но если ты не если ты хочешь гулять если тебе так хочется ебаться на стороне так просто тогда иди ебись какого хера ты девчонка девчонки пудрышь мозги про какого-то ребенка плюс ты не предохраняешься спишь со своей женой спишь с любовницей у кого-то из них возможно будет молочница потому что по флоре там не совпадает и все остальное вы понимаете да о чем я имею ввиду блять ну какого хера мы-то бабы ну что с нас взять если вот мы одиноки ну вот влюбились ну вот видите мы мы же ушами любим понимаете нам вот это вот скажешь приголубишь нас это все мы начинаем влюбляться и верим в чудо какое-то что вот-вот он точно он не любит свою жену он уйдет от своей жены не уйдет погуляет тебя бросит и забудет еще после тебя у него будет еще тысячи этих баб нахер эти женатики знаете можно гульнуть можно получить подарок но не более того нет любовницей они сначала говорят не любит жен не спят потом начинает расслабляться и в итоге выясняется и спят и любят ну вот просто полигамно так что девчат не связывайтесь вообще не связывайтесь с этими проходимцами женат женат и все табу все никаких вообще я по себе знаю просто у нее интересная история поэтому я вспомнила именно эту историю с этими трусами когда жена увидела эти трусы постирала вернула обратно простила его и прощает она не первый раз нет было уже такое что он гулял я никого не осуждаю и не хочу никого обидеть я просто рассказываю истории и выражаю только лично свое мнение по этому поводу ну что по пивку по темному спасибо кто меня смотрит кто лайкает и комментирует спасибо ребят всех целую пока пока